Поручения за 2015 год не должны перетечь в список дел за этот год. Губернатор выслушал доклады подчиненных о том, как исполняются указания, данные по итогам отчета деятельности областного правительства за прошлый год. Всего в перечне 73 поручения, которые затрагивают ключевые направления социально-экономического развития региона. Перед губернатором отчитался его заместитель Сергей Зобнин, курирующий вопросы транспорта. В числе поручения организация авиарейсов Иваново, Казань-Иваново, но наладить воздушные сообщения между городами пока не удалось. По связи с отсутствием средств на субсидирование авиарейсов по маршруту Иваново-Казань-Иваново, в расходной части областного бюджета на 2016 год обеспечить проведение конкурсов на осуществление авиарейсов в данном направлении в текущем году не представляется возможным. Вопрос осуществления рейсов воздушным транспортом из города Иваново в город Казань планируется к рассмотрению при формировании областного бюджета на 2017 год. Павел Коньков в этом вопросе предложил пойти по другому пути, чтобы у Ивановцев все-таки появилась возможность добираться до Казани на самолете. У Торстана есть собственные линии до Москвы. А давайте запросим и за моей подписью Миниханова, а Мобыть какой-то из рейсов будет делать посадку в Иваново? Ну да, логично. Можно поработать, Павел Алексеевич. Давайте, мы с вами как бы и дополнительный рейс на Москву получим, если они согласятся. Хорошо. И рейс на Казань, Мобыть-то не каждый день там, но давайте попробуем проработать. За вашу работу, да, сделаем. Также перед губернатором отчитался Владимир Шарыпов, руководитель комплекса развития инфраструктуры. Приоритетным для региона является вопрос по переселению граждан из аварийных домов. В настоящее время реализуется заключительный этап программы 2016-2017 годов на территории шести муниципальных образований. Посредством строительства нового дома будут расселяться жители городского поселения Савинское. Объявлен конкурс на определение подрядчика. Проект до этого администрация подготовила. Остальные участники программы приобретают жилые помещения в законченных строительствах, в законченных новостройках и на вторичном рынке. Конкурсы на приобретение жилых помещений объявлены в Новолеушинском сельском поселении, Колобовском и Приволжском городских поселениях. С частью собственников муниципалитетами достигнута договоренность о заключении соглашения по получению возмещения за изымаемые аварийные помещения. Расселение людей Павел Коньков попросил уделить особое внимание, так как большое беспокойство вызывает строительство новых многоэтажек для переселенцев в поселке Савино и Приволжске. Я напомню, что программа заканчивается, вы упомянули это дело, 1 сентября. Поэтому я прошу вас еще раз анализ, при необходимости кадровые решения, персональное закрепление за каждым объектом, их не так много, и обеспечьте мне выполнение программы по аварийному жилью. И, пожалуйста, более пристально все-таки обратите внимание на работу регионального оператора по капитальному строительству. Потому что я понимаю, что потихоньку ситуация раскрутилась, но она сегодня не может нас удовлетворять в полном объеме. А ситуация с капитальным ремонтом следующая. Работы проходят во всех муниципалитетах области, но в общей сложности программа на сегодняшний день реализована только на 35%, хотя к концу ноября цифра эта должна составить не менее 70%. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ, Иваново.